Меня зовут Мелиситов Максим. Сегодня я буду проводить вебинар на тему простой ИТ. Получите гарантированное снижение затрат на ИТ в софтвайб. Как мне слышно, коллеги? Это хорошо. Давайте тогда начнем. Значит, сразу могу сказать, большей частью моя презентация будет посвящена тематике управления лицензиями. Но, я думаю, вы много о ней знаете, поэтому по этой теме я пройдусь по верхам и больше внимания уделю непосредственно новым продуктам на тему управления лицензиями, которые предоставляют сейчас софтвайн и готовы продолжить вашему вниманию. Соответственно, естественно, если у вас какие-то появятся вопросы, что-то будет неясно, непонятно, я всегда буду готов ответить по завершению презентации. И так мы начнем. Что такое программные активы и для чего им нужно управлять? В первую очередь, это для того, чтобы снизить риски текущие. В вторую очередь, это получить управляемость. В чем суть управляемости? В том, что вы имеете представление о том, что у вас есть текущий момент времени, как это используется, и что нужно, и что не используется, что важно. Ну и третий немаловажный вопрос в текущее время – это вопрос экономики. Это просто причина, что на лицензиях можно и нужно экономить за счет реализации в том или ином виде технологии управления лицензией и методологии управления лицензией. На данном слайде вам представлен некая формула, по которой вы можете принципиально рассчитать юридический риск, если у вас есть какое-то нелегальное программное обеспечение. Честно могу сказать, что этот юридический риск на текущий момент времени, скорее всего, вряд ли будет реализован, потому что проверки, конечно, проводятся, но их становится все меньше и меньше. Тем более, что касается убежных лентов. Но, тем не менее, текущий риск для бизнеса является достаточно важным обоснованием и мотиватором для того, чтобы проводить какие-то действия в области управления лицензиями, в области упорядочения общей этой ситуации. Здесь достаточно на слайде представлено несколько параметров, за счет которых компания может получить экономию на лицензии. То есть, в первую очередь, это различие между планированием и фактическим использованием, это актив. Что из этого, что под этим подразумевается? У нас есть определенный план использования, но по факту, по факту лицензии и программных продуктов используются меньше. Что-то из закупленного недоиспользоваться. Либо, простейший пример, лицензия стоит на персональном кондиторе сотрудника, который ее не использует, но она нужна другому человеку. Неполный учет изменений конфигурации, выводы перемещения, выводы из эксплуатации, актив. В принципе, это в данном случае, по факту, это то же самое, только здесь более причинно-следственная связь показана. То есть, по сути дела, о чем мы говорим. То, что изменения конфигурации пользователя нужно учитывать. То, что нам необходимо проводить учет, как выводы из эксплуатации, так и перемещения. За счет этого мы получаем высвобождающиеся лицензии на склад, которые мы можем перераспределять между пользователями. Неполный учет контрактных опций. Тоже достаточно важный момент. Контрактные опции говорят о том, что нам необходимо... То, что на самом деле у компании гораздо больше возможностей поиспользовано программное обеспечение, нежели они сейчас есть. Но есть еще и то же ограничение определенное. В чем суть контрактных опций? Это как использовать лицензию в терминальных приключениях, различные обученные варианты использования. Также возможности апгрейда, доунгрейда на новые и старые версии. И всяческие вендорские опции, которые позволяют, например, двойное использование лицензий, так сказать, на резервном площадке и на хот-сити. В то же время на хот-сити тоже может быть... Одна лицензия может быть использована в два раза, если она скреплена за отдельным пользователем. Поэтому здесь достаточно важно разбираться и понимать. Ну и, соответственно... Прошу прощения, коллеги. Ну и, соответственно, если у нас вот этого учетка не производится, у нас нету достаточно информации для планирования закупок. Почему? Потому что мы не знаем реальное количество лицензий, которые не используются. В случае возникновения этих потребностей, они могут быть закуплены и, соответственно, может произойти перерасход денежных средств. Теперь, вообще, как бы управление активами задача касается не только программное обеспечение, но и железа. Но с железом все достаточно проще. Это понятно, что с ними все проще. Это физически находится там монитор, физически есть ноутбук, физически есть сервер. Их мощности ясны и понятны. А у вас в программном обеспечении все становится сложнее. Почему? Потому что для того, чтобы, во-первых, идентифицировать пол, его нужно распознать. Нужно понять, в состав каких пакетов входит этот пол. Примеры простейшие, это Microsoft Office и Adobe Creative Suite. Вот эту, собственно говоря, базу данных, которые получены в ходе инвентаризации, в ходе распознавания, нужно сравнить с тем, что реально было закуплено. Тут возникают сразу проблемы с номенклатурой. Поскольку в учебных системах и документах у нас одна номенклатура, а, собственно говоря, система инвентаризации будет выдавать другую номенклатуру. Соответственно, версии, обновления, стандартизация. Про них я уже говорил. Если более подробно, нужно задать ваши вопросы. Соответственно, у ПО, опять же, разные схемы лицензирования. Ну, скажем так, самых распространенных, их порядка более, их порядка 30, которые мы чаще всего встречаемся в наших проектах. Ну, из них, конечно, самораспространенное – это лицензирование на устройство, но, тем не менее, серверные парки – это тоже достаточно много серьезных вопросов. Процессионная лицензия, это лицензия на ядра. Причем у компаний Oracle, IBM, еще более специфические схемы лицензирования, которые тоже надо отдельно учитывать. Ну, соответственно, нужно учитывать разные сценарии использования в программном обеспечении. Виртуализация, терминальный доступ к облака и так далее. Значит, у нас сейчас есть несколько типов проектов, которые мы реализуем для клиентов. Первая группа проектов, наверное, вы о ней все слышите, это проекты Самсервис, которые проходят под эгидой компании Microsoft. Проект полностью берет на себя реализация компания Asafine, в данном случае, или кто-то из партнеров компании Microsoft. Оплату по проекту проводит компания Microsoft. Самая единственная, скажем так, непроблемная зона, но, тем не менее, сложность – это то, что результаты этого проекта должны быть доступны Microsoft. И, соответственно, сроки проекта ограничены, и инвентаризация проводится заказчикам. И ценность этого проекта, скажем так, не самая высокая. Но она присутствует, она реально есть. Почему она не самая высокая? Потому что в рамках данных проектов мы не проводим оптимизацию схожей программного обеспечения. Мы просто снимаем текущую картинку, снимаем текущую инвентаризацию. Сам бокс. Вот этому как раз, вот этому типу проекта у нашей производства посещено будет в большей степени. По простой причине, потому что это новый пакет компании Asafine, который является нечто средним между сам сервисом для Microsoft и полным проектом по управлению программными или IT-активными. Значит, в чем плюсы сам бокса? Это низкостойность проекта. Мы не сообщаем никакие результаты, никаким вендорам. Мы анализируем не только Microsoft, но и достаточно уже сейчас имеем достаточно широкие практики по оптимизации и по верификации лицензионного соответствия по многим вендорам. Есть минусы, тоже есть минусы, однозначно. Есть ряд ограничений для заказчиков, о них мы поговорим на следующем слайде. Необходимо приобрести какое-то средство инвентаризации чаще всего. Ну, принципиально, если это проект только на Microsoft, то средства инвентаризации не потребуются. Ну и стандартный, базовый, самый там от софтлайна – это полный комплекс проекта, в котором мы делаем полностью все задачи и решаем все, что только может быть связано с тактиком. Здесь же находится и процесс, и разворачивание средства инвентаризации, проведение верификации лицензионного соответствия, какая-то интеграция, возможно, системы сервис-дес с какими-то учетными или ERP-системными. Естественно, мы здесь делаем все, на любых средствах инвентаризации, и это реально большие комплексные проекты. Ну, соответственно, они, во-первых, дорого стоят, во-вторых, долго идут. Соответственно, именно поэтому самбокс – это некий такой промежуточный вариант, который, как мы и полагаем, рынку будет интересен на данный момент. Что такое самбокс? В самбоксе есть тоже несколько уровней. Уровень А и Б не проводится в… это ограничение проекта, мы сейчас перечислили. Не проводится в госсекторах и вузах, не проводится в отношении самописанного, атаковного обеспечения. Сроки проекта идут с момента предоставления информации. Информацию под информацией мы понимаем закупочную информацию. Инвентаризация, естественно, проводится автоматизированными средствами инвентаризации. И здесь мы тоже важно отметить… Прошу прощения, коллеги, то, что ответственность за предоставленные данные несет сам заказчику. Ну, здесь, если проект самбокс уровня С, мы, соответственно, делаем более глубокий анализ, более глубоко контролируемые качества информации и так далее. Ограничения стоимости. Мы проекте мы делаем без командировок. Естественно, командировки могут быть, но они оплачиваются от них. Естественно, будет соглашение о конфиденциальности договора. Естественно, мы говорим о том, что результаты этих проектов работы. Отчет будет принят вендором, мы гарантируем, что он будет принят. В эти проекты не включен процессный подход. Но, тем не менее, мы всегда отдельно готовы включить какие-то рекомендации по процессному подходу, по сравнению самого процесса управления. И, естественно, полный аспект подготовки скан-копи документации закупочной, который подтверждает приобретение программного обеспечения, наполняет за заказчиком, все равно специалистов заказчиков. Сейчас существует некая фиксированная странность до 1 марта, по которой эти проекты можно запускать, делать, проводить и контрактоваться. А, но важный момент, который я не отметил. В этих проектах мы в обязательном режиме проводим оптимизацию парка использованного программного обеспечения. То есть, то, что здесь написано, анализ использования по и сокращение необходимости использования. Эти проекты имеют однозначно высокий уровень возврата инвестиций под реализацию. То есть, мы принципиально можем гарантировать то, что количество используемого будет включено. Ну, как мы делаем проекты, здесь нужно об этом кратко рассказать. Мы ставим средства инвентаризации. Чаще всего она сканирует реестр, исполняем файлы, если мы сканируем в EMI. Здесь зависит от специфики проекта, потому что рамки и круг вендоров, и что это будет программное, какое-то программное обеспечение будет серверное, пользовательское, или какие-то их вариации и смеси, это определяет тоже заключение. Соответственно, при поставке постбиблиотекоприложения мы идентифицируем его в очередь библиотекоприложения и привязываем их к лицензии. Ну, а сама верификация лицензионного соответствия выглядит следующим образом. Да, у нас есть контрактная информация, есть инвентарная информация. Мы это сводим воедино и понимаем, где есть какие плюсы и минусы. Дальше проводим работу уже по оптимизации. На данном своде представлены стоимости проекта. Сразу коллеги могу обозначить, презентация будет доступна по итогам вебинара в PDF формате. И всегда готовы всем участникам вебинара мы ее, естественно, перешим. Комментировать эту таблицу глубоко я, наверное, не буду, потому что комментировать, в принципе, нечем. Вы можете заметить, что цены реально достаточно низкие. Но в то же время я прокомментирую лицензии, стоимость лицензии. В уровне А и Б мы используем лицензии MAP и System Center Configuration Manager. MAP – это бесплатная система, System Center Configuration Manager, чаще всего уже внедрена в наших заказчиках. По уровням С, когда мы проводим более глубокую инвентаризацию, я уже рассказал о различиях, мы работаем на лицензиях одного из трех венторов. Это FlexNet, Audit, Pro, E. Они все имеют разную стоимость, потому что у них есть разный функционал. FlexNet Manager имеет дополнительный качественный функционал по идентификации и управлению серверным программным обеспечением. Система Audit, Pro имеет одну из самых качественных библиотек, с помощью которых распознается программное обеспечение. А лицензии Hitman у них для тех чуть похуже, но, тем не менее, стоимость достаточно низкая, что позволяет им тоже конкурировать. Особенно, если мы работаем с лицензиями на устройства, схемой лицензированной AppDevice. Немножко о успешном проекте, который уже были реализованы. Что было сделано? Рассказывать, что у компании есть, наверное, понятное, около тысячи пользователей. Это ресторанная компания, более старый ресторан в 40 городах. За четыре месяца был проект «Самбоксер» реализован. Совокупная стоимость вводения была понижена. Был бюджет оптимизирован на 2015 год. И, соответственно, компания получила сертификат «Саматлендера», что позволяет им гарантировать качество результатов полученных проектов. Крупная торговая сеть. Большая часть и ключевой вопрос – это было снижение Enterprise Agreement Subscription. Цель была достигнута. Снижение прошло 19%. Соответственно, это самое главное. Персотальные, конечно, моменты тоже позволили получить экономику в будущем. Ключевая цель, как я уже сказал, – это снижение стоимости Enterprise Agreement. Один из крупнейших банков в России. Здесь мы уже говорим о полноценном софт-вайсет-менеджмент проекте. Проект был реализован в 2010 году за 7 месяцев. Здесь был установленный процесс, методологии, расчет TCO, ROI, полноценный инвентаризация, верификация сниженного соответствия. Проект купился в течение 9 месяцев после завершения. Основные плюсы от завершения проекта. Почему проект купился? Потому что, во-первых, было пересключено количество соглашений с вендерами, что позволило дать реально серьезные данные. Крупнопроизводственный Хоунг – это большой саморский проект, это не самбокс, но, тем не менее, главной офис находится в Ветеринбурге, около 20 тысячи филиалов, через заводки на Урале и сопротивляющих субъектах – Торстанбургская, Костанбургская, Челябинская и так далее, в Оренбургской области. За 6 месяцев в 2012 году он был реализован. Здесь мы адаптируем в первую очередь концепцию консультации закупок и понимание, что реально, где используются, какие здесь реально запасы лицензий по разным филиалам, по разным заводам. Соответственно, был создан единый полу лицензий, который мог внутри между организациями передаваться. И, соответственно, была проведена консолидация закупок. За счет этого общая консолидированная экономика бюджета по программному обеспечению составила более 30%. Энергетическая компания достаточно большая, более 20 тысяч пользователей. В 2012 году за 6 месяцев этот проект был реализован. Соответственно, основной идеей была в том, что мы сократили и реально серьезно оптимизировали парк серверного программного обеспечения. В большей степени это касалось лицензий Microsoft Word, Microsoft Word и IBM. И была сокращена свободность на мост вводение активного на 35%. Вот это тоже достаточно интересный кейс. Это представитель одной из транснационных корпораций, порядка 800 пользователей, есть представители организации, небольшие филиалы. Все в основном было в конструкторе в Москве. Что нужно было сделать? Оптимизировать серверное лицензирование Microsoft Word и IBM. Мы, во-первых, преминентрализировали серверное ПО, во-вторых, провели верификацию, в-третьих, предложили схему распределения и перемещения этого программного обеспечения в рамках физических сервера, виртуальных серверов и так далее и тому подобное. Первое, с учетом, во-первых, схемы лицензирования, даже не во-первых, во-вторых, схемы лицензирования. Во-вторых, мы принимали в учет, в какой зоне находятся стольное программное обеспечение, те или иные сервера, то есть продакшен, тестовая зона и так далее. Они были разделены, между ними было произведено перемещение. Соответственно, у проекта купились сразу позвищем. На этих слайдах мы представим краткую информацию о том, что говорят ведущие мировые аналитические издания. Реально, по факту, мы, больше всего хочу прокомментировать первую часть, да, непосредственно. Мы ни разу не видели организацию, где количество заявленных ПК соответствует реальности. Максимальный разрыв был 45%, минимальный – 15%. Соответственно, если 10% разница между учетным и реальным количеством ПК, это позволяет снизить лицензионные платежи, платежи за тех, подерживающие на 10% в ежегодно. Считайте, сколько вы платите. Поэтому интересные цифры получатся. Средний рой, да, он составляет действительно порядка 30% ежегодно. Плюс-минус, все зависит от турной зрелости организации. Но реально очень серьезно можно сокращать стоимость вводения программного обеспечения. Собственно говоря, статистика приведена на этом свадьбе тоже более подробно. Скажем так, для Российской Федерации, наверное, она вся корректная, за исключением последнего комментария, где 50% времени службы Хабдес уходит на определенные конфигурации ПК-пользователя. Зачастую больше. Мы сталкивались с такими проблемами, что реально при поступлении заявки, если заявка связана с предъявлением конфигурации ПК, это занимает до 70% времени ИТ-специалистов. Ну, на самом деле, вот эти данные, они где-то среднерыночные, они корректны для всех. Коллеги, в общем, в целом это все, небольшой, краткий ввод. Естественно, я готов ответить сейчас на ваши вопросы, и, естественно, мы готовы дополнительно более подробно рассказать о тех или иных решениях и сделать вам сильные коммерческие предложения. Поэтому, коллеги, ждем вашего вопроса. Полностью автоматизированный процесс управления, как реализовывается. Ну, смотрите, здесь что сделано. Здесь мы в первую очередь ввязали базу данных управления ИТ-активами с 7 dB. То есть, был построен коннектор. И, соответственно, при... Все вопросы, все управления запасами на обслуживание компании было организовано, естественно, на базе сервис-деска. Соответственно, все вопросы, которые были касательно управления ИТ-активами, как, например, инсталляция программного обеспечения, выдача компьютера, изменение конфигурации компьютера, сдача на склад и так далее, все они проходили через сервис-дески и, соответственно, находили отражение в привязке конфигурационной единицы или нескольких конфигурационных единиц запросов. Соответственно, точнее, даже эта информация сохранялась в базе данных управления ИТ-активами. Соответственно, важный момент был в автоматизации управления подвергностями и бюджетирования. Значит, здесь тоже этот вопрос был реализован на базе сервис-деск компании. Значит, там происходила заявочная компания в сервис-деске, выглядело как некий интернет-магазин, где всем пользователям были доступны определенные ресурсы. То есть, компьютеры, мычки, ноутбуки, мониторы, какие-то камеры, переходники, ну и, естественно, программное обеспечение. Правда, они набирали себе этот пласт того, что им нужно, ну, естественно, из того, что они могли получить. Соответственно, дальше некий шок ворклоу утверждения. Соответственно, дальше, после первичного утверждения, была автоматизированная проверка, то, что есть реально на складе, и то, что заказали пользователи. Соответственно, то, что заказали пользователи, то, что было на складе автоматически распределялось по пользователю, в соответствии с критичностью запроса, остальное уходило на бюджетирование непосредственно уже назад. Что не происходило ни в нескольких операций. Уже при получении документации, документация, в первую очередь, получала этот отдел, сожалению под систему правильного мотива справочной формации там еще не было реализовано тут ближайшее будущее этого проекта поэтому принципиально просто это отдел говорил бухгалтерии каким образом в их управленческом участке к номенклатуры фигурируют соответствии с закупка которая была реализована закупочного объемы и какая номенклатура находится в суда на эти на вопрос в смысле списания техники санаты избух учет или заправленческого учета что избух учета найдется в стандартном режиме но списанный избух учет совершенно незначного списан из управленческого учета пожалуйста коллеги еще какие-то вопросы коллеги как я понимаю вопросы больше нету на слайде на последнем вам находятся мои контакты вы всегда можете задать вопрос который не вас интересует по почте либо позвонив просто по телефону поэтому большое спасибо вам за внимание надеемся что мы с вами снова встретимся так и и Продолжение следует...